всем привет и добро пожаловать на канал колдятины сейчас вещает борода и сегодня настала моя очередь сделать так сказать первое мнение на сурвариум о бт все началось года два назад с того что он через к game world перестал внезапно разрабатывать 2 stalker который они анонсировали еще 2010 году и собирались выпустить в году 2012 естественно в ряду фанатов stalker повисла такая негативная обстановка и сама ситуация была довольно таки туманная то ли через к закрывается то ли они просто не хотят делать нового stalker естественно слухами земля полнилась полнилась а люди естественно через к некоторые покидали том числе довольно таки известные сталкерских кругах разработчики все это не могло бесследно исчезать и рано или поздно была создана студия с таким необычным названием восток games первым их проектом стал сурвариум который они собственно два года назад и анонсировали и все это время его честно делали постепенно официальный сайт заполнялся официальными скриншотами артами какими-то демонстрациями люди фанаты stalker осмотрели на все это и кто-то из них даже ожидал что это и есть второй stalker в лице сурвариума но мечтам не суждено было сбыться так как сеттинг сурвариума выгодно отличается от сталкера пускай и довольно таки похож на него и так чем отличается во первых сурвариум это игра где природа взбунтовалась против человека есть такой сборный персонаж который называется лес лес это совокупность всего зла которая стала происходить и образовываться на земле это и комплекс различных растений и комплекс мутирующих животных и вся эта дичь естественно друг с другом очень хорошо ладит и взялась нападать на человечество человечество отражая попытки леса где-то успешно где-то нет а ведет бой с ним соответственно ресурсы не безграничные и какие-то города падают какие-то наоборот вновь возрождаются в лице каких-то городов группировок конечно же все происходит в россии и те кто выжил гневят а то что во всем виноват тлеющий запад наверняка это было биологическое оружие посмотрим это в течение самого сурвариума все станет известно сейчас пока известно мало а так вот естественно любое государство перестала существовать подобных жестких условиях и выжившими были созданы и так сказать группировки в эти группировки входили как солдаты такие простые люди которые могли сражаться или восстанавливать упадок жизни приводить его к образцу нынешних городов то ли хотя бы деревень конечно же правители нового мира друг другу кинулись стрелки и сказали вот наша группировка выгодно отличается от вашей мы солдафоны мы перегруппировались средней азии так что все бандюки кто с нами не согласен будут уничтожены вместе с ищадиями леса естественно те кто не военные группировки там и добродяги еще какие-то мародеры не солдафонов побаиваются новой армии и они организовали свои группировки которые живут какие-то других определенных местах и у них на свой быт конечно же здесь наступает и момент сравнения со сталкером потому что архитектура вся очень знакома советскому русскому человеку украинцу или белорусу вообще наверняка любому славянину перед нами типичная россия которая заросла заводы школы больницы целые города все это теперь находится в запустении в руках маточки природы вот собственно на чем и строится с этим сурвариума и похож на stalker или нет решать вам как по мне они похожи где-то на 50 процентов но ждать второго stalker сурвариума очень глупо меня кстати смешат комментарии людей на ю тубе которые оставляют комментарии там первого мнения на сурвариуме говорят что вот это не stalker 2 я ждал там похождения в чернобыльской зоне я получил какую-то целую заросшую россию какая разница если бы чернобыль не назывался чернобылем каким-то там воронежем все было бы то же самое заросшие с радиации с утечкой там каких-то вредных веществ с мутантами и тому подобное теперь касательно давайте о самой игре поговорим так как с этим гонки ясно природа взмутовалась теперь что у нас доступно на текущий момент 30 июня а это недавно сурвариум пришел в стадию открытой бета-версии в комплекте доступно 6 необычных карт с необычной системой с необычным геймплеем в режиме pvp почему карту необычную с необычным геймплеем я не стал бы просто так крести языком и не приводить факты сейчас все факты я вам приведу во-первых это графика настолько красивых pvp карт я еще давно нигде не видел во фритуплейных проектах варфейс сосну серьезно карты сурвариума выглядит не то что красивее они выглядят более детализировано здесь есть все что так графически полюбилась фанатам stalker детализированные разваленные избушки заросшие места каждый пуст и каждая веточка каждый листик все прорисовано освещение очень живое сразу создается ощущение то что ты именно там ходишь а не сидишь с компьютером и нажимаешь кнопки графический игра на десятку по детализации та же самая оценка сами pvp карту устроены необычно это не просто какие-то арены заросшие травой это целый комплекс ходов выходов уровней нычек и тому подобное то есть карты все не то что квадрат на квадрат а именно многоуровневые и имеют различные потаенные ходы которые трудно обнаружить при 1 2 3 или даже 20 игре здесь есть что изучать здесь есть на что полюбоваться серьезно когда ходишь по pvp режиму ты просто смотришь по странам как stalker созерцаешь естественно пострелять у тебя есть время и противника с урвариуме довольно легко найти это обычная черная точка которая там маячит среди травы опять же только на карта с хорошим освещением но просвещение чуть похоже сами карты радуют своей детализированностью в плане геометрии то есть это с такие советские и русские типичные архитектурные постройки заросшие травой все это выглядит брутально и живо это не просто набор моделей которые выгрузили на карту его так лишь бы победами и тем более это не какие-то не какие-то там безвкусные карты с погрузочными контейнерами как варфейсе и в кроссфайре вообще в любой free-to-play на игре очень любят делать карты с контейнерами на складе мол это очень интересно это чушь ничего интересного здесь нету все примитивно очень просто здесь целый комплекс вершин низменностей нычек и тому подобное далее вторая фишка как даже третья после графики и детализации в плане геометрии и различных укрытий третьей фишкой я с гордостью могу назвать систему погоды когда вы начинаете каждый раз играть заново на той же самой карте каждый раз погода бывает раз когда-то светит солнышко когда-то и и дождик когда-то гроза сверкает а когда-то ночь когда-то вечер когда день даже утра все это в пределах одной карты причем соответственно каждая погодная сцена она реально погодная освещение измененная видимость при дожде становится хуже определенный набор аномалий или артефакт тоже может взаимодействовать изменяться под влиянием данной погоды и тому подобное то есть погода на каждой карте разные а эти как а шесть штук представьте какой перед вами стоит выбор четвертый необычной фишкой для мультиплеер как во фри-то-плейном проекте я назову артефакты и аномалии это все очень хорошо известно фанатам сталкера ты хочешь по карте так это необычное образование и все это ты собираешь здесь это тоже есть аномалии тоже содержит себе артефакты для извлечения артефактов нужно специальное оборудование и обмундирование просто так голыми руками на первой игре артефакт тебе не вытянуть как не пытайся максимум что ты словишь это смерть аномалии очень интересно выполнены в плане дизайна и реально внушает уважение когда ты смотришь на эти огромное образование будь то огромное сердце из растений которая пульсирует или какие-то странные завихрения на болотах ты понимаешь что туда соваться очень опасно когда ты заработаешь себе хорошее модирование хорошее оборудование для изучения артефактов которых тоже кстати более 6 видов ты можешь эти артефакты надевать на себя активировать соответственно у них у всех разные эффекты но все они очень нужны в пвп игре каждый из них не читерский все отлично сбалансировано в пределах самого пвп далее речь касается игрового магазина звука и тому подобного начнем со звука атмосфера пвп картах достигается именно за счет него а не только за счет визуальной составляющей когда ты идешь по карте и слушаешь все эти завывания у тебя просто стынет кровь в живых таких жутких звуков как на карте школа я мало в какой игре слышал максимум ночью в сталкере shadow of чернобыль с модом на stalker complete это просто офигенно слышать эти завывания откуда-то издалека а за пределами карты из-за кустов из-за развали посмотришь просто идешь созерцаешь представляешь какая тварь испускает подобные звуки как нечеловечески и убога она выглядит как она хочет поезд человечек забывают эти твари на разные голоса и все эти звуки в совокупности с нормальными звуками птиц ветра и тому подобного очень сильно влияют на атмосферность этой игры вы не ослышались атмосферность на пвп картах я серьезно говорю можно реально ходить и просто рассматривать в деталях все что есть на картах а не только нас и со сломя голову по кому-то шамаляте аудио визуальная часть сурвариуме это одно целое они два параметра которые там один создавали и они друг на друга не не вылезает и не подходит аудио визуальность сурвариуме очень сильная а теперь подумайте все что я сказал про пвп карты примените пве режиму который будет доступен четвертом портале этого года это будет просто божественно представьте себе stalker в который вы играете как со своими друзьями так и со своими противниками огромная открытая живая местность кланы группировки аномалии артефакт свободная территория для передвижения в огромных масштабах разве это не мечта разве вы не хотели со своими друзьями поиграть в stalker мультиплеер или хотя бы в какой-то кооператив хотели бы хотели показать им свое обмодирование поделиться сладким хлебушкам показать нички обучить ну бы каким-то хитрым приемом в борьбе с монстрами поиски аномалий их рассекречиванию обезвреживанию и тому подобное в stalker увы делать это было нельзя играешь ты один сурвариуме в режиме пве это возможно кроме режима пве появится кооператив но в кооперативе я думаю что будут небольшие карты но на них будут четко расставленные цели теперь немного о игровом магазине оружие и всему тому что я обещал несколько минут назад есть в игре две валюты это игровое золото и игровое серебро и из премиум аккаунт есть магазин есть инвентарь есть система поломок и починки теперь поподробнее игровое золото сес не берется за реал игровое серебро начисляется за успехи в пвп режиме в конце режима пвп вам выдается не только игровое серебро в огромном количестве но и некоторые стренджевые стволы которые обладают необычными характеристиками игровое золото которую тоже выпадает но имеет процент всего падения если 20 процентов то 20 процентов именно на этой карте вам выпадет определенная сумма игрового золота и за 60 процентов вашу и на поимку золота увеличивается оружие ломается медленно но верно если вы взяли оружие которое лучше чем ваш стандартный ппш его починка потребует более длительного времени в районе пяти шести минут также ломается и ваша броня и ваше обмундирование чиниться она тоже определенный промежуток времени который можно с пользой провести занимаясь чем-нибудь иным вы можете пить 2 комплекта такого же оружия и такой же брони и чередовать пока одно починки вы используете их новые версии пока новые версии починки вы используете уже починенные версии на себе система разблокировки оружия имеет так называемые контракты с течением игры по мере увеличения вашего уровня вам будут открываться новые фракции которого можете присоединиться и новые контракты на рынке все это зависит как от вашего прогресса в игре так и от выбора определенной стороны под контракты подпадает и броня и обмундирование премиум аккаунт никаких особых преимуществ в бою не дает он просто позволяет на 50 процентов увеличить получение опыта серебра и тому подобного на самих pvp картах тоже есть чем заняться это одно из веселых занятий называется перетащи ящик смысл прост две команды это различные группировки которые бегают друг другу на базу и вытаскивают из огромного контейнера ящики с микросхемами и приносит в свой контейнер это как вариация режима захватив флаг в большинстве сетевых шутеров но здесь выполнены как-то более креативно в основном склад содержит 8 ящиков для переноса как я уже сказал склад представляет из себя небольшой открытый контейнер вы можете 8 раз перетащить ящики после чего противнику придется забирать свои ящики у вас чтобы не проиграть та команда которая перетащила все ящики себе просто опять защищает свою базу от опадок противника а побеждает та команда которая больше всего поднесла и удержала у себя на базе ящик будущем и ближайшем обновлении в сурвариум появится стратегическая карта где банды будут соревноваться друг с другом за владение определенными зонами на стратегической карте более того в игру пвп режим будет добавлено случайное событие шторм оно происходит в течение геймплея на определенной карте то есть появляется не сразу а приходит постепенно естественно эффект от этого шторма разный то может подняться огромная аномалия накрывающую всю карту и выживет тот у кого из противогаз и еще какое-то полезное приспособление кто может кого-то замедлить кого-то может сразу убить возможно даже будет так что те игроки которые сидели в подземелье останутся в живых а те кто бегли под поверхность могут умереть и всем спасибо за просмотр или прослушивание данного видео с вами был борода подписывайтесь на канал вступайте в группа пробок games или голдете на xp и успехов вам